Сегодня говорят, что круче быть таким, одеть покруче юбку, накраситься, и все такое будет развязанное, сексуальное. И говорят, что, знаете, если ты не имел сексуальных связей, то ты вообще не крутой, ты вообще отставшая в жизни. Но на самом деле, особенно для девчонок, на самом деле, когда я дала в одном из интервью, у меня спросили, может, для мужского журнала, спросили, что, ну, там, по поводу моей личной жизни, я сказала, что я храню себя для одного, и я против секса для брака. И, знаете, они потом такие звонили, там, ну, один знакомый, и там футбольная команда, они были друзья, они с меня говорят, он говорит, слушай, ну, все хорошо, но зачем ты против секса добраешься, расскажи. Ну, то есть, тут все ребята в шоке, ты что, ну, что такое вообще? И, ну, я такая просто говорю, и это, ну, как бы, исследование, такой эксперимент проводило во многих примерах и некоторых школах. И, знаете, вот, представьте себе, если поставить двух девчонок перед нами, вот, перед вами две девочки. Одна девочка, она такая, в коротенькой юбочке, с красными губами, такая вся, она очень опытная, у нее было много сексуальных партнеров. И она такая вся, по дороге, да, по дороге, значит, с ночного клуба, другой ночного клуба, и такая вся кусочница, знаете. И, знаете, девчонка, она классная, умная, интересная, но она скромно одевается, и она не трогает себя для одного мужчины, для своего мужа. И, скажите, пожалуйста, кого бы вы выбрали себе? Не девочкой, она была нужна, ребят, это кампот, не девочкой, она была нужна, а женой на всю свою жизнь любимой и той, которая вам родит в детках и будет воспитывать. Все, 98% ребят, которые, ну, кто поднимает руки, ну, я прошу, поднять руки, кто выберет ту, которая охранит себя для одного. Причем, вы можете, спасибо, ребят, что вы достаточно честно не сказали. Причем, вы можете сделать выбор. Знаете, у меня были такие истории, и те ребята, которые, футбольная команда, они слили всякие вопросы, они, конечно же, они сто процентов. И знаете, у меня была такая вот ситуация, когда я вот спросила такое, в одном из универов Киева, и ребята подняли, когда ребята подняли руку, девочки, которые сидели рядом, они учили плакать и уходить за территорию. Потому что они понимали, что вчера с ней спала, но она, девочка, на одну ночь. И как это не прискорбно, знаете, но получилось так, что она использовала. Что на самом деле, девочки использовали. И ни одна девочка, она не хочет быть такой. Она хочет быть любимой, единственной, неповторимой. Правда, причем? Вот кто хочет быть любимой, единственной, неповторимой? Да? Да? Не то, что не хочет быть, знаете, очередной. Правильно? И Морож, кто-то, знаете, старый здесь, его классно, но ты немного опознала, потому что он какой-то. Сегодня, кстати, по статистике, девочка теряет девственность в среднем в 12 лет. А ребята в 12-14 лет. И, знаете, может кто-то скажет, что он тут немного опоздал, может, надо было прийти, когда мы были в 6-7 классе. Ну, потому что на самом деле, как это, для кого-то это странно, или хорошо, если это странно. Но, вообще, очень, ну, как бы, это реальность, в которой мы живем сегодня. Но, я хочу сказать, что всегда есть наши решения. Это всегда есть новая точка отсчета. И, что касается девственности, или чистоты, это, знаете, это не что-то просто физическое, но это что-то духовное, это что-то большее. Девочки, когда, ну, они говорят, мы чувствуем себя настолько грязно, что мы не знали, как под душем отныться. И они, поверьте, не отмывались от физической грязи, не хотели отмыться от физической грязи. Они хотели отмыться от какой-то внутренней, они себя чувствовали грязно. Но, скажите, пожалуйста, есть, например, дорогие часы, которые, они, дорогой, ну, там, мастер, он вложил у них самый классный механизм. Он настолько тонкую работу сделал. И кто-то их выбросил вообще в грязь, и они там лежат в этой грязи, они забились, еженит уже остановился. И скажите, пожалуйста, кто может починить их? Кто-то, кто-то, кто-то сделал, да? И, на самом деле, есть тот, кто нас создан, сотворил. И я вам хочу сказать, если вы бриллиант, девочки, вы не будете стоить греши. Вы не будете продаваться и разминиваться на просто какие-то непонятные отношения. Ребята, если вы настоящая сокровища, если вы, у вас есть стержень и суть, то вы не будете просто прожигать свою жизнь на какие-то напивы, на сигареты, на какие-то просто алкоголь или на что-то каких-то девочек. Но вы будете знать, что есть та, которой вы хотите отдать все, что вы имеете, и отдать свое сердце. Подобное всегда стягивает подобное, знаете? И если, например, кто-то ходит по дискотеке, он мне не юбки, то он потянет такого же дискотечного парня, у которого будут такие же ценности, который просто тусовщик, и кроме тусовки нечего ему сказать, знаете? Но если вы хотите по-настоящему, то будьте настоящими. Если вы хотите принцем, то будьте принцессами, знаете? И если, парни, вы хотите принцессами, то будьте принцессами. Серьезно. Это не просто сказки, это правда. Поэтому каждый человек, он придет к тому, о чем он мечтает и что является его стихией. И я вам скажу, что Бог заложил у нас какой потенциал у Бога, который мы даже сами не можем понять. И реализовано будет потенциал или нет? Это только нам будет рад. Ваше решение сегодняшнее придет в жизнь. Тогда будет видно, кто где, кто куда пришел. Поэтому я просто вам желаю сегодня сделать правильный выбор. И не ошибиться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...